Всем привет, в сегодняшнем видеоролике я вам покажу два крутых скрипта для Gucci Town, для этого нам как всегда потребуется чит, буду использовать Splash, также ссылочка на него как всегда будет в описании. И смотрите первым делом перед тем как нажимать Inject, заходим в настройки и смотрим включена ли у вас функция FixKickError, если выключена то включаем ее, если включена то так и оставляем то что у вас есть. А и также в принципе можете использовать любой DLL, либо VR Devs, либо Krnl, в основном они самые нормальные, а VR Devs если что без ключа, Krnl с ключом, то есть вам придется ключ получать. Вот я включу VR Devs, чтобы побыстрее было. Далее вставляем скрипт, после этого нажимаем кнопочку Inject, ждем когда у нас здесь все проверится, буквально минуту, я думаю не больше проверяется. Так, все отлично, и сейчас должен произойти Inject, смотрим. Да, вот он появился, так получится заинжектиться, нет? И как видите, вот это окошко у меня пустое появилось, оно у меня не пропадает, значит Inject у нас не прошел, нужно заново заинжектиться. Смотрите, чтобы его закрыть, нужно навестись на нежную панель компьютера, то есть панель задач, если она так называется, точно не знаю, на иконку Roblox. И через крестик вот это пустое окно закрыть. Все, далее еще раз нажимаем на кнопочку Inject. И теперь должно получиться. Со второго раза всегда получается заинжектиться. Да, как видите, отлично. И дальше нажимаем на кнопочку Exclude. Так, все отлично, скрипт появился. И давайте сразу же еще второй скрипт активируем, чтобы вас не томить. Так, здесь смотрите, у вас справа в нижнем углу появляется, получается выбор, либо согласиться, либо закрыть. Нажимаем согласиться. И вот он появляется, получается второй наш скрипт. Так, ну так в принципе, я думаю, удобно его будет поместить. А смотрите, в чем разница этих скриптов. Значит, давайте начнем вот с красного скрипта. Так, здесь получается, можно выставить себе скорость, jump, то есть прыжок, высоту прыжка, infinity jump и дальше какие-то клики. Ладно, в принципе, это не интересует нас особо. Смотрите, здесь есть кнопочка Collect All Letters. Это получается собрать все буквы, которые есть на карте. К сожалению, я уже собирал, показать не смогу. Но функция эта, если что, работает. Также эти функции есть и во втором скрипте. Как я понимаю, каждый день нужно собирать новые буквы. Возможно, нет. Точно не знаю. Просто здесь, как видите, написано день первый и день второй. Скорее всего, каждый раз новые буквы появляются. Так, идем дальше. Мини-геймс. Я сразу скажу то, что в красном скрипте автослейпорту финиш работает, эта функция. А Collect All Games не работает, к сожалению. Но во втором коллект гемов работает. В принципе, какой использовать, выбирайте сами. Идем дальше. Crafts. Короче, эти функции вам позволяют получать бейджики. Давайте посмотрим, выдались мне или нет. Я до записи проверял. Возможно, мне сейчас никакой бейджик и не выдастся. Но, как видите, какая-то фигня появляется. В принципе, включите, буквально минуту подождите и можете отключать. У вас появятся бейджики, которые, скорее всего, нужно собрать для покупки лимиток. Да, кстати, кто не знал, здесь можно будет сейчас купить лимитки. Их там то ли 4, то ли 5 продается, точно не помню. И чтобы их купить, нужно сначала все задания пройти. Так, ну и в принципе, в красном скрипте все показал. Давайте начнем с черного. А здесь есть функция Get Gucci Oversize Sunglasses Items. Нажимаем. И, короче, у вас получается TP-хайд по туториалу. Когда вы заходите, вам нужно пройтись по этим зданиям. Вот, это, естественно, довольно долго. А с помощью этой функции у вас быстренько TP-хайд, и вы проходите, получается, обучение, которое здесь есть. А также в черном скрипте, как видите, есть автопокупка. Либо можете через скрипт купить, либо же зайти в магазин за гему купить. Вот, в принципе, как вам нужно, так и делаете. И какой скрипт хотите, такой можете использовать. А здесь также есть скорость, отдаление камеры. Чат-спамер не включайте, потому что, ну, за это банят. Потому что в чат, короче, будет за вас скрипт спамить, и модерация чат проверяет. То есть модераторы. Вот, так что лучше эту функцию не включать. Так, ладно, значит, давайте заходим в игру. Нажимаем Start Game на черном скрипте. Так, быстро у меня, кстати, получилось в мини-игры зайти. Отлично. И давайте я вам покажу, как работает... Ну, давайте сначала с черного начнем. Включаем AutoCollect Games. И, как видите, AutoCollect работает. Не помню, сколько у меня там точно гемов было. Вроде бы там 500 с чем-то. Ну, короче, около 200 гемов мы с вами, получается, залутали. С помощью этого AutoCollect. В принципе, я думаю, круто. Вот. Значит, смотрите. Еще. Получается, есть функция Games AutoFarm. Включаете ее. Вас тп хает не знаю куда. Вот. Вы, короче, просто ждете. Как видите, также AutoFarm гемов у нас параллельно идет. Вот. И получается, за счет того, что у вас тп хаеттут куда-то... Не знаю куда. Вот. Вы не проигрываете в основном никогда. И, по-моему, за победу дополнительно еще получаете гему. Если не ошибаюсь. Так, одна секунда. И все, игра закончилась. Ага, мы проиграли. Ну, короче, когда командные игры, то, скорее всего, будете проигрывать. Если помогать не будете своим, как сказать, забыл слово, оппонентам, своим друзьям. Ну, короче, я думаю, вы поняли. Так, ладно. Эту функцию давайте выключаем тогда. И сейчас посмотрим, как работает это в красном скрипте. Давайте AutoFarm гемов тоже выключим. Возможно, все-таки в красном скрипте у меня сейчас это все заработало. Сейчас проверим. Но, я думаю, что нет. Так, ждем, пока запустится игра. Все отлично. Запустилось. И почему-то здесь я один, к сожалению. А, нет. Я не один. Включаем AutoCollect Games. И включаем здесь эту функцию Teleport to Finish. Вот. Здесь она чуточку по-другому работает. То есть, на черном скрипте она стопехнула куда-то в неизвестность. На красном скрипте, как видите, нас тпхает в то место, где мы все видим, в принципе, и одновременно не проигрываем. Получается, нужно подождать 32 секунды до конца игры. И посмотрим, сейчас получится у меня получить за победу дополнительные гемы или же нет. Вот. В принципе, я думаю, функция довольно удобная. То, что вас куда-то тпхает, вам ничего делать не нужно. Вот. Тем самым вы, ну, большинство раз будете выигрывать. Конечно, проигрыши тоже будут, но меньше их будет, чем ваша победа. Давайте включим Autocallet Games. Как видите, тоже чуть-чуть гемов сейчас собралось, но немного. То есть, тут еще зависит от мини-игры, скорее всего. Так, все, я выиграл. И вроде бы как мне за это тоже гемы дали. Отлично. Вот. Ну, короче, вот таким образом. Фармите гемы. Выигрывайте в мини-режимах. Также, как раз-таки, нужно, чтобы разблокировать покупку лимитки, там нужно сыграть, по-моему, 30 мини-игр. Вот. Тем самым играете, побеждаете, одновременно купите гемы. За эти гемы, там, по-моему, еще какие-то вещи можно покупать. Вот. Скрипты, в принципе, я думаю, крутые. Ссылки, если что, все будут в описании. На этом буду заканчивать. С вами, как всегда, был Избан. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк. Подписаться на канал. Всем удачи. И пока.